Михаил Иванович Вишневский В свое время очень интересный человек Бертран Рассел так примерно определил место философии в культуре. По мнению Рассова, есть науки, которые дают знания строгое, точное, проверяемое. И есть теология, которая порождает догмы. Там нет строгих доказательств, но вещи, в которые надо верить, принимать, и все тут. А между этим догматическим знанием, это тоже род знания, и знанием опытным, проверяемым, лежит обширная область. Ну, Рассел назвал ее областью ничейной, а я бы назвал ее областью поисков смыслов. И вот, собственно говоря, это и есть философия. Между физикой и философией разрывов никогда, строго говоря, не было. Физика начиналась как философия. У Аристотеля была физика и была метафизика, и между ними очень тесная связь. Ну, а если иметь в виду меня лично, то в конце учебы в Белгосуниверситете я обнаружил, что физика мне, ну, как бы сказать, неинтересна. И видно, что я там многого не сделаю, и главным образом, потому что она перестала быть интересной. Диплом у меня был с отличием, все было нормально, и учился я хорошо. Именно на последнем курсе, на пятом курсе, кстати, в период подготовки госэкзамена, у нас тогда госэкзамен был по философии, я обнаружил, что это мне интересно. А потом нашелся руководитель, очень симпатичный человек, он мне совершенно не мешал. И к концу первого года аспирантуры у меня была готова диссертация. Ну, он похмыкал, ну, что говорит, эту работу можно защищать, только у нас не принято, чтобы за год делали диссертацию. Вот, ну, я еще потянул немножко, а потом перешел на кафедру. Московский университет имени Ломоносова. В свое время, когда при Сталине строили эти новые корпуса, физический факультет был внешне даже одним из самых богатых. Понимаете, полированный гранит, ну, вообще чувствуете, что это сила. Ну, действительно, тогда физики делали бомбу, делали ракеты и все прочее. А гуманитарный корпус выглядел в МГУ имени Ломоносова очень скромно. Физики деньги не делают, деньги делают практики. И надо признать, что в физике за последние лет 80 ничего революционного не произошло. Вот иногда поднимается шумиха. На самом деле, это вещи, ну, не столь уж радикальные. В особенности в сравнении с тем, что происходило в начале 20 века. Ну, философы тоже, в общем-то, деньги не делают. Могут делать деньги те, кто вокруг философов вьется и пытается из их речей и текстов что-то извлечь для коммерции. Ну, в нашем пестром мире всем есть место. Строго говоря, в советские времена тоже многое не было ясным. Так получилось, что примерно половина моей жизни прошла, как говорят, до того, до перестройки. Ну, даже больше половины. Ну, и половина сознательной жизни, активной жизни уже, когда мир изменился. А произошла немного, немало революция. Она, может быть, у нас в Беларуси бескровная, но это грандиозная перемена. И, строго говоря, что произошло, это мы поймем не скоро. Это было непростое время. И я где-то согласен с Александром Александровичем Зиновиевым в том, что жаль утраченных возможностей совершенствования этого общества. Оно было, конечно, корявое. Оно было очень несовершенное. Но если бы оно дальше развивалось по своим внутренним возможностям, вот как именно то, что называют совершенствованием, оно могло бы быть другим, со временем, не сразу. А его развитие оказалось прервано. И появилось совсем другое общество. Но мы-то так резко меняться не можем. И поэтому люди зрелых возрастов, они соединили в себе прошлое с настоящим. Они от прошлого не отрекаются. Это было бы, я бы сказал, даже некрасиво. Вы знаете, если у человека есть чувство юмора, если это философ, так это просто великолепно. Зануды в любом деле нехороши. Так ведь? Ведь что означает хорошая шутка? Это намек на решение, отменяющая длинные-длинные разговоры. Ну, скажем, один из самых таких скрупулезных, ответственно мыслящих философов, это, конечно, немец Иммон Вилкант. Его тексты, прямо скажем, тяжелые, и через них надо продираться, потому что там длинные такие обстоятельные, периоды рассуждения такие детализированные. И вот в одном месте в критике способности суждения, третьего критика, такое вот размышление. Способность суждения по Канту – это способность подводить какие-то единичные явления под понятие соответствующее. А если ты не умеешь подбирать соответствующее понятие, то это, собственно, то, что называют глупостью. И от этого, пишет Кант, от этой болезни нет лекарства. Ну, если это негодяй, так его бы, конечно, лучше перековать, чем, скажем, помещать в клетку. Да. А если это просто обычный нормальный человек, то зачем это делать? Мы, строго говоря, мы, как общество, богаты разнообразием, и даже чудачество отдельных людей, они же тоже вносят какой-то конструктив, эту вот палитру возможностей. Так ведь? Ведь, заметьте, вот, скажем, на Руси к чудаковатым людям относились внимательно. Ну, это иродивые и так далее. Они тоже сообразные чудаки, да? И от них ожидали истины, как ни странно. Люди учатся всю жизнь. Даже когда они совсем уже старые, они учатся жить по-стариковски. Понимаете? Я вот недалее, как вчера, наблюдал, как очень пожилые женщины осваивают, ну, новый способ жизни. Понимаете? Память уже не та, а все-таки хочется участвовать в жизни полноценно. Это очень непросто, кстати говоря, адаптироваться к возможностям своего возраста, ну, и своих обстоятельствах. Поэтому люди учатся всю жизнь. Ну, даже, я бы не сказал только сознательную, как маленькие дети требуют впечатления. Вы же, наверное, замечали, да? Вот, еще и говорить-то не умеют, и сознание еще не сформировалось, а им очень остро нужны новые впечатления, новый опыт и так далее. Они готовы многим рисковать. И далее учатся в связи с работой, в связи с переменой места жительства, в связи с обретением новых социальных ролей. Мы сколько живем, столько учимся. Я люблю эти формализованные схемы. Я вообще не люблю, когда меня заставляют что-то делать. А там, знаете, вот перечень вопросов, еще варианты ответов, ну, на мой вкус, это некомфортно. Хотя, если надо, ну, подготовимся, или там, обдумаем и сдадим. Господи, чего не сдавать только в своей жизни? Конечно, в прямой беседе, если твой собеседник внимательный и опытный человек, он гораздо больше извлечет сведений о тебе. Мы ведь считываем информацию и с мимики, и с жестикуляции, с интонации. Решительно все является для нас носителем информации. Так ведь? И причем не вся эта информация формализуема. Не все ее можно в баллах выразить. А вот, кстати, по жизни это очень важно. Тут у нас складывается впечатление, симпатичный или несимпатичный человек. Открытый или, наоборот, закрытый. Так ведь? Тормозит или соображает быстро. Легковесен или ответственно, основательно думает, да? Ну, вот это все в тесты загнать тяжело. Я готов допустить, что это возможно, но я думаю, что это очень тяжело сделать. Знаете, это так же, как вот, например, научиться ходить со связанными ногами. Наверное, можно попробовать, но лучше, когда они свободны. Так вот и с тестированием. Схема жестковата. Ну, относительно того, что говорят одно и делают другое, по-моему, это очень естественно. Но это ведь разные виды деятельности, говорение и делание. Так? Говорить – это, кстати, работа. Бывает, ну, скажем, для преподавателя. Это основной труд. Так ведь? У нас на лестничной клетке вывешен, может, теперь висит такой интересный плакат. Там изображен гекко, по-моему, животное, которое выбрасывает язык, и им отлавливает насекомых. И подпись такая – язык кормит. Ну, хорошо сделано, остроумно. Ну, вот действительно-то преподаватели оговорения – это работа, да? Вы говорите, делают по-другому. Ну, потому что делание, вот поступок, он совершается в какой-то конкретной ситуации. А разговор может происходить в другой ситуации. И они не совпадают. То есть я не говорю, что это хорошо, но я не представляю себе совершенно, чтобы у человека всегда эти две стороны жизни вот были тождественными. Но это просто разные виды деятельности, разные стороны нашей жизни. Да, говорят много о конфликте культур. И я думаю, что не всегда отчетливо понимается, что имеется в виду. Ну, то, что культуры разные, это, говорят, ибо понятно. Ясно, что культура ислама имеет свои корни, свои традиции, и это надо просто учитывать. И европейская культура тоже весьма непростая, и корни ее глубокие. Вы знаете, вот когда говорят о европейской толерантности, о европейской заботе о правах человека, я постоянно думаю, и давно ли они стали такими толерантными и такими озабоченными правами человека. Ведь в новое время цивилизованная Англия и где-то и Франция возродили рабство и торговали рабами. Сравнительно недавно те же благопристойные европейские страны перекраивали Восток. Вспомните, как рождались все эти государства на обломках Османской империи. Ведь с народами никто не считался, понимаете? Там делили пирог. Если сегодня выплескивается озлобление, то корни его, ой-ка, глубокие, они уходят в прошлое. Так что не в толерантности дело. Я бы даже сказал, дело в нечистой совести. Отчасти. Я вообще не люблю однозначных ответов на сложные вопросы. потому что они ведь упрощают, да? А простота, говорят, хуже воровства. Восторг, что сейчас наacăто приняты в повgia. ВОЛНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ВОЛНИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok